всем привет дорогие друзья привет это уже четвертый день нашего путешествия 7 утра и из карса сегодня мы на поезде отправляемся в сивас если вы хотите посмотреть наши предыдущие видео о том как мы исследовали достопримечательности карса как ехали из анкары как ехали из алании в кару все эти видео ссылки на видео в описании ну а сейчас мы идем на железнодорожную станцию она близко потому что город небольшой что сказать про карс там город очень понравилось отель нам очень понравился здесь было вкусно красиво интересно очень дружелюбные люди поэтому если вы захотите приехать в карте у вас будут какие-то вопросы пишите мне в личные сообщения вконтакте я с удовольствием вам отвечу но сейчас опять поезд мы уже на станции и садимся на наш поезд до сиваса ехать нам 14 часов поэтому мы успеем еще отдохнуть и поспать такие милые собачки здесь вагон у нас покажу вам еще раз наше купе если вы хотите посмотреть полностью обзор этого поезда видео в описании как мы ехали из анкары в карс но в этих поездах три вида купе на двоих на четверых и обычно сидячий вагон также есть вагон ресторан для двоих купе выглядит вот таким вот образом здесь есть сиденье далее вот это вот кровать опускается здесь есть холодильник умывальник дают полотенчики есть полка для багажа вешалки и вот таким вот образом выглядит бар здесь всегда есть вода сок и печенюшки также полка выдвигается таким вот образом это 100 верхняя полка также проводник ее открывает и вы ее опускаете и спите все уже застильно очень комфортно и классно если хотите увидеть полностью обзор церкова ссылка в описании ну а мы едем все вас вот такие вот маленькие городки мы проезжаем на поезде большом количестве название конечно же я их не знаю но практически каждый час мы проезжаем вот такие вот могучие леса мы проезжаем и посреди леса сделали зону для пикника или зона где можно набрать воды очень красиво дороги тоже хорошие из любого района региона турции в любой другой регион можно ехать совершенно свободной дороге но практически везде если не считая конечно очень далеких деревень дороги очень хорошего качества вот вы сами видите конечно панорама на лес очень красиво и он наш поезд поворачивать вот таким вот образом вам еще выдают ключ от купе вы закрываете купе и идете погон ресторан мы с айханом купили два вот таких вот стаканчика веселых чтобы набрать воды и пить свой чай вот выглядит купе для четверых здесь есть небольшой столик и также вот эти вот кровати они застелены они открываются но купе чуть меньше для четырех человек друзья если вы хотите взять просто кипяток на протяжении всей нашей дороге мы проезжаем вот такие вот возделанные поля огромные бесконечные поля с пшеницей подсолнухами поля где растет картофель кукуруза в общем друзья вот отсюда и прям до гор все вот это вот возделанные земли на которых выращивают различные овощи злаковые и так далее вот этим вот еще интересна поездка на поезде тем что вы можете посмотреть чем живет страна какие здесь деревни потому что мы проезжаем большое количество деревень ну и конечно же насколько развита сельское хозяйство судя по этому региону региону сейчас мы недалеко от эрзурума здесь сельское хозяйство развито очень очень хорошо спустя четыре часа мы приехали на станцию эрзурума и только на станция клавит интернет и мы с айханом отвечаем на ваши комментарии потому что в поезде когда проезжаем между горы интернета практически друзья еще один лайфхак для вас есть приложение по которому вы можете без проблем путешествовать пар турции если вы не знаете турецкий язык ну конечно же по любым другим странам это называется приложение канвис конвисей шин транслейтер вы его можете закачать на ваш телефон и можно переводить различные слова например мы нажимаем на русский я сейчас скажу что-нибудь на русском привет и он автоматически переводит все на турецкий также можно послушать на турецком айхан скажи что нибудь на турецком на солнце и видите он сразу же переводит все это дело на русский язык поэтому когда у вас возникают проблемы с переводом обязательно используйте это приложение она вам поможет и переводит этот переводчик практически точь-в-точь то есть без ошибок поэтому теперь у вас не будет проблем путешествовать как по турции так и по другим странам таким вот образом закачивают воду на каждой крупной то станции наш поезд а еще в поезде помимо того что здесь едут ребята из сингапура мы познакомились чарли который живет в словении но из великобритании и представляете он пешком прошел от петхе до анталии очень много путешествует сейчас он нам все расскажет чарли 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 тв кафе revolve Лисеян Way, so I flew to Antalya in the beginning of March 2018 and I took a bus to Fethiye after a couple of days and then for the next month I walked on the Lисеян Way around the close to the Mediterranean coast and it was a truly wonderful walk, it was a very, very good time of year, beautiful weather almost the whole time and lots of spring flowers and there's nice Turkish villages and beautiful scenery and wonderful food when you come to a village and nice people and you walk on Roman ruins and you see Greek amphitheatres and there's quite a lot of rough ground you go up and down quite a lot it's not a easy simple walk like I don't know, the Camino Santiago it's a technical walk at times and the last six days you go from sea level up to 1400 metres and down and up and down about six times so it's quite hard work but you've already walked for nearly a month so that's okay and out of all the amazing things for me the highlight was being joined by some random dog joined me at the lighthouse and walked with me for ten days to the end and one or two other people have had that experience of being joined by a Lissian Way dog and it was altogether a very very enjoyable walk and I recommend it to anyone who's into long distance hiking it's not very long it's about somewhere between 450 and 500 km which is for a month it's quite modest but anyway a very good walk and since then I've been three months in Georgia which is also a wonderful country for hiking and then just to finish it off I came back into Turkey and I went to Kaczka mountain which is in the far north east of Turkey and I spent a week walking around that and that was also a very beautiful experience it's really lovely it has temperate rain forest and then alpine pasture and then rock and glacial lakes and beautiful sunsets and even in peak season this is August by now very few people on the trail so I'd really recommend it but that would also be beautiful in spring time because you could see there would be lots and lots of flowers there but you know I was there when I was there which was August so anyway it's a good place and now Charlie you're going to Istanbul are you excited? now I'm very excited to go to Istanbul which I have not seen for 41 years so I have very hazy memories of it and then after a few days I'm not sure how many in Istanbul then I fly home to and then I can do so I have a great place you get a good place you get a good place you get a good place and you know Charlie also told us that I also told you that he has been a whole month in Fionnake in Analyia in New Zealand В Новой Зеландии он путешествовал пешком 6 месяцев, а еще он прошел вдоль 3200 километров в Новой Зеландии и прошел Исландию просто поперек. Удивительный человек, путешествует уже более, по-моему, 40 лет. Последний раз он был в Стамбуле 40 лет назад, рассказал нам столько интересных историй. В общем, путешествовать это здорово, помимо того, что вы видите новые места, еще вы знакомитесь с такими интересными, удивительными людьми. И его посыл миру в том, что даже люди в его возрасте, а он уже не молодой, уже ближе к 60, могут путешествовать, наслаждаться жизнью, а не просто сидеть и смотреть телевизор. И могут путешествовать дешево и интересно. Поэтому вы тоже вставайте, путешествуйте, путешествуйте. Это недорого, самое главное, правильно планировать свои путешествия. Ну а мы через полтора часа уже будем в Сивасе. Мы уже в Сивасе. Сейчас 10 часов вечера, мы приехали на улицу, достаточно тепло. Скорее спешим в отель и покушать. Ну и, конечно же, покажем вам, как выглядит центр города вечером. Мы уже заселились в нашу гостиницу и очень-очень проголодали, друзья. Конечно же, что следует попробовать в Карсе, это кёфты. Сначала пройдемся быстренько по ценам. Цены здесь, конечно, не дешевые, чем в других городах. И вот такая вот тарелка кёфты из Сиваса стоит 23 лиры. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть большое количество кёфты, 6 штук. Рис, пиде и огурцы с перцем. Также подают вот такой вот салат. И Айхан был измем и измем с лавашом, ну и мы заказали Аран. Кёфту насыл, Айхан. Айхан у нас специалист по кёфте, поэтому давайте у него спросим, оценит ли он или нет. После вкусного ужина мы отправляемся в отель. Сегодня первый день Байрама, поэтому на улице вечером не так много народу. Но на первый взгляд город достаточно красивый, чистый. Но полностью город в преддневном свете и все его красоты вы увидите уже в следующем видео. Вот такой вот есть здесь красивый вдалеке фонтан цветной. И кое-какие исторические достопримечательности. А вот так вот выглядит центральная площадь. И здесь расположена одна из самых главных достопримечательностей Сиваса. Старинная мечеть Медресе. Ну, как вы видите, все подсвечивается очень красиво. Все облагорожено и приятно гулять даже таким поздним вечером. Фухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухуххухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухух На сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Очень устали. В следующем видео покажем вам всех красотчиков. Всем всего хорошего. Пока-пока. Доброй ночи.